Любой желающий может поучаствовать в наполнении тележек добра, купив продукты для нуждающихся. К акции уже подключились крупные сетевые торговые точки. О том, как продукты с полок магазинов попадают к тем, кому они сейчас необходимы, в материале Станислава Лельхова. Тимур Ахимов не в первый раз участвует в благотворительных акциях. Считает, старшему поколению сейчас тяжелее всех. Узнав об акции общероссийского проекта «Взаимопомощи мы вместе» тележки добра, решил в стороне не оставаться. Любой желающий житель города может оставить тут свои продукты. Затем, чтобы мы потом с волонтера собрали все это, передали в социальные защиты. И там уже сформируют наборы для тех, кто нуждается в этом. Тележки добра разместили в гипермаркете сразу на входе. Продукты длительного срока хранения, крупы, сахар, макароны, может положить сюда любой желающий. За три дня уже удалось собрать внушительное количество продуктов. Как отметил Тимур, горожане охотно участвуют в акции. Да и сами муравленковцы приветствуют подобные начинания. Безусловно, считаю, что обязательно нужно присоединяться к этой акции не только, например, в нашем городе, но и по всему Ямалу. Почему? Потому что мы знаем, что в условиях пандемии некоторые люди оказались в очень действительно тяжелой жизненной ситуации. Сегодня в помощи и заботе нуждаются пожилые и малоимущие, и многодетные семьи, и люди с ограниченными возможностями здоровья. О том, что тележки добра наполнились, волонтерам сообщают сотрудники магазина. Активисты собирают продуктовые наборы и передают их в Управление социальной защиты. Здесь специалисты ведут мониторинги, принимают заявки от тех, кому требуется помощь. Любой житель города, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в соцзащиту. Может любой человек позвонить в Управление социальной защиты и сказать, что я в настоящее время нахожусь в такой трудной жизненной ситуации, у меня нечего кушать, и из продуктов длительного хранения мы собираем продуктовый набор. Акция «Тележка добра» стартовала 16 апреля. В мае к ней присоединились и муравленковцы. Спецбоксы с символикой акции расположены в 61 регионе страны. Уже более 500 крупных супермаркетов и магазинов присоединились к акции. Как обещают волонтёры, в Муравленко «Тележки добра» появятся и в других торговых точках. Станислав Лельхов, Сергей Лукович, Антон Иванов. Новости Муравленко.